Больше 70% квартир в Югре сегодня находятся в ипотеке. Только в 2018-м югорчане взяли почти 27 тысяч жилищных кредитов. Это примерно в половину больше, чем годом ранее. Тем не менее, экономисты считают, что платежеспособность граждан падает. Застройщики переживают, не скажется ли это на желании югорчан покупать свое жилье. Что происходит на рынке недвижимости и как поведут себя цены на квадратные метры в этом году? Прогнозы вместе с экспертами строила Милана Поварницына. Приготовьте калькуляторы, посчитаем вместе. Ну-ка, еще, еще, еще играй. Это не совсем тот уют, о котором мечтала Леана Кузнецова. Семья заехала недавно, зато не выдерживает никакого сравнения с прежней квартирой. Тут простор целых 60 квадратов. К тому же финансовое время оказалось не таким уж тяжелым. Часть долга, 450 тысяч рублей покрыл материнский капитал. А еще сэкономить помогает поддержка округа. Ежемесячный платеж нам рассчитали, конечно же, банки на 20 лет, 34 тысячи ровно. Из них, вот как раз-таки, 4 тысячи является господдержкой, то есть компенсация той самой процентной ставки. Цена двушки 4 миллиона 180 тысяч рублей. Для окружной столицы это в пределах нормы. Если брать в целом по округу, двухкомнатная квартира в Югре стоит около 3,5 миллионов рублей. Средняя стоимость у нас на территории округа от 60 до 80 тысяч за квадратный метр. Такой, в общем-то, разброс тех цен. При этом, в общем, самые дорогие квартиры это Ханты-Мансийск, это Сургут, Нефтьюганск. Ну, вот из крупных городов дальше уже Нижневартовск. В столице Самотлора стоимость квартир ниже, чем, скажем, в Ханты-Мансийске и Сургуте. Разница составляет около 20%. Тем не менее, в Нижневартовске есть настолько элитные квартиры, что по ценам могут конкурировать даже с московскими. Так, двушка на улице Мусы-Джалиля стоит 15 миллионов. Ремонт тут сделан по последнему писку моды. В детской фреско, в прихожей стены из мрамора, а в зале массажное кресло. Впрочем, бюджетные варианты тоже есть. Почему дешево или наоборот дорого? Загадки нет никакой. Простая арифметика. Цена образования складывается из многих факторов. Назову только основные. По информации одного из ведущих застройщиков Югры, к примеру, в Ханты-Мансийске, один гектар земли стоит 100 миллионов рублей. То есть, один квадратный метр – 10 тысяч рублей. Прибавим к этому полный цикл проектирования, строительно-монтажные работы, включая стройматериалы, благоустройство, наружные сети, банковское кредитование, к тому же оплата кадров. И получается себестоимость одного квадратного метра – 70 тысяч рублей. Интересно, что новостройки и вторичка по ценам отличаются в этом плане, особенно показателен 2018 год. Стоимость новостроек в Югре упала на 3%, а вот цены на вторичном рынке, наоборот, подскочили. Это общероссийская тенденция, кстати. По стране лидерами антирейтинга стали Татарстан и Ленинградская область. По информации регионального аналитического центра Югры, на вторичном рынке жилья отмечается рост средней цены одного квадратного метра квартир по сравнению с предыдущим годом почти на 4%. При этом показатель в 2018 году впервые за пять лет показывал неуклонный рост на протяжении всего года. Наступивший 2019 год тоже принес свои сюрпризы. Ситуацию на рынке недвижимости подогрел. Рост ставки НДС до 20%. Увеличился налог, следовательно, подорожают услуги подрядчиков и себестоимость квадратного метра жилья. Следовательно, мы вынуждены тоже на 10-12% дороже продавать, чтобы сохранить свою рентабельность. Сегодня застройщики работают на очень низкой рентабельности. Слова подтверждают фактами. В среднем оборот в месяц у компании составлял около 200-300 миллионов рублей. В наступившем 2019-м нет даже 100 миллионов. По словам Бачигана Мавсисяна, рынок жилья стоит. Отреагировали на ситуацию и банки. Они повысили ставки по ипотечным кредитам. К примеру, у Сбербанка она подросла до 10,5%. Это связано с тем, что мы адаптируемся к новым рыночным условиям в связи с повышением ключевой ставки Центробанка, изменения коэффициента рисков, инфляции и общих макроэкономических изменений. Впрочем, рост ставки уравновесят льготами. В Югре продолжает действовать программа по господдержке многодетных семей. Ипотека для военных под 9,5%. Кстати, есть и другая положительная тенденция в сфере недвижимости. С этого года в России изменились подходы к финансированию объектов. По закону застройщики больше не могут напрямую пользоваться средствами дольщиков. Мы 15% вкладываем в средства. Банк нам выдает кредитные средства на 85%. Мы точно так же продолжаем на стадии строительства заключать договоры долевого участия с дольщиками, физическими лицами. Но одно исключение. Эти деньги попадают не к нам на счет, а в банк на искроу счет. Какой вопрос позволяет решить данная структура финансирования? Первое. Это обеспечить безопасных дольщиков, как я уже сказал. Они спокойны за свои денежные средства. Они знают, что если дом не будет введен в эксплуатацию, они их получат обратно. Значит, второе. Чем быстрее застройщик продает квартиры, тем меньше для него процентная ставка по кредиту. К слову, такие сделки в Югре уже заключают. Схема работает. Замечательно. Лариса Зичкова с гордостью показывает квартиру в новостройке. Здесь продуман буквально каждый сантиметр. Купили еще на стадии строительства по договору долевого участия. Но деньги вложила без страха и риска. Нисколько не пожалела. Я люблю возвращаться в свою квартиру. То есть, нисколько. В целом нововведение проектное финансирование подтолкнет девелоперов быстрее завершать проекты. А это, считают югорские аналитики, не позволит предложению на квартиры в Югре упасть. Правда, есть у нововведения и обратная сторона. Риски и затраты застройщиков скажутся на цене квадратного метра. Вот такой замкнутый круг получается. Впрочем, эксперты успокаивают. Выше чем на 10% цены на жилье в 2019 году не взлетят. Милана Поварницына, Эльдар Муратов, Леонид Чемляков, Владимир Дадыко, Дмитрий Макаров. Специально для программы «Больше чем новости». Так вот.